Мир всем! Здравствуйте, мои родные! Вы на канале Приют Ангелов. С вами Народный Батюшка. И мы еще немного поговорим о Руси. Гой ты, Русь моя родная, Хаты в ризах образа, Не видать конца и края, Только синь сосет глаза. Как захожий богомолец Я смотрю твои поля, А у низеньких околиц Звонко чахнут тополя. Пахнет яблоком и медом По церквам твой кроткий спас И гудит за карагодом На лугах веселый пляс. Побегу по мятой стежке На приволь зеленых лех, Мне навстречу, как сережки, Прозвенит девичий смех. Если крикнет рать святая, Кинь ты, Русь, живи в раю, Я скажу, не надо рая, Дайте родину мою. Вспомнили? Сергей Есенин. Когда читаешь эти строки И другие строки про Русь, Про русских богатырей, Про мать землю русскую, Возникает в душе Небольшая ностальгия. Даже какая-то легкая тоска. Потому что, как ни странно, Эти воспоминания не очень касаются тебя. Нет, в паспорте написано, что ты русский, И у меня написано, что ты русский. Но где Русь? Где Русь? Руси официально нет. Есть Россия, и слава Богу, Хорошая страна, Российская Федерация, Так еще она называется. Это равнозначное название Россия, Российской Федерации. Мы все с вами россияне. Но почему же тогда, Когда мы говорим русский, То есть некое такое неудобство внутри. Больше того, за рубежом теперь Это еще и оскорбительное Звание человека. А когда говорим Русь, У нас возникает ностальгия. Где эта Русь? Почему мы живем не на Руси? Нет, я никоим образом не хочу Унизить там, скажем, Российскую Федерацию или Россию. Но название Русь, Мне кажется, не должно быть потеряно. Мы должны его иметь Точно так же, как и Два предыдущих названия Российской Федерации и Россия. Поэтому мне кажется, Что сейчас, когда мы говорим о том, Что нужно какое-то новое Общество, Некоторые считают, Что нужно вернуть Советский Союз. Если сейчас Провести референдум, То процентов 70 точно скажет, Что нужно вернуть Советский Союз. И это тоже ностальгия по большой, Сильной. И в какой-то степени Это же наше поколение сейчас, Пожилое, Это оно страдает. Мы-то застали Советский Союз Во времена, можно так сказать, Самые лучшие и спокойные. Когда полетели в космос, Когда поднимали целину, Поэтому мы и ностальгируем. Конечно, если бы мы в 30-е годы жили, Или в войну, или после войны, Мы бы не ностальгировали. У меня мама рождением 1916 года. Она вот, когда все произошло, И сменилась, как говорится, власть, И наполнились магазины, Была очень рада. Говорила, да, вот теперь мы зажили. А все предыдущее время жили Кое-как, как она говорила. Ну как, конечно, Она в войну осталась с двумя детьми. И муж погибший, пропавший без вести, А на пропавших без вести Вообще ничего не полагалось. То есть, если бы он погиб, Пришла похоронка, Ей бы что-то выплачивали. А пропавший без вести, может быть, В плен сдался или предатель. Вообще ничего. И попробуйте в это время прожить. Или в 30-е, когда там забирали, И все остальное. Мы прожили в хорошее время Советского Союза. Но лично я не хотел бы вернуться В Советский Союз. Потому что это опять вот некий такой Отрыв от общей истории, Отрыв от понятия Русь, От понятия Русский, Русская земля и всего остального. И, на мой взгляд, Сейчас самое время вернуть Нам Русь, Вернуть это понятие. Причем не надо ведь ничего особенного делать. Она же легко возвращается Через маленькую поправочку В Конституцию. Вот посмотрите, у нас раздел Первой Конституции, Основные положения. Глава первая. Основа конституционного строя. Статья первая. Страфа первая. Российская Федерация-Россия Есть демократическое федеральное Правовое государство С републиканской формой правления. Наименование Российской Федерации И Россия равнозначны. Вот так у нас записано. Хорошо? Я согласен. Но можно записать, Что Российская Федерация-Россия-Русь Наименование Российской Федерации Россия и Русь Равнозначны. И все. И все. Но мы получим карты, Где будет написано Русь. Я с гордостью скажу, Что я живу в Руси. И страна Русь Вполне Объединяет в себе Как раз все эпохи Истории. Потому что Россия Появилась чуть позже, чем Русь. И отделилась от Руси Той загадочной Древней С богатырями. Вот она Россия. Царская Россия. Так и сейчас Мы потеряя Вот начало Русь свою потеряли И промежуток Советский Союз потеряли. Пытаемся сложить Пазлы Вот Выкинув Два таких основных Исторических Может быть Этапа Где была Русь И где был Советский Союз. Когда Советский Союз Был Тоже в легкую Мы называли Русь В легкую Русь На Руси И понимали Что это вот одно целое Россия Мало На мой взгляд Звучало Ну Не в этом Дело Вернув Русь Мы таким образом Вворачиваем Себе Право На всю Предыдущую историю И называться Русскими Потому что мы Живем на Руси Живя на Руси Назывались Русскими Многие Кто Не имел По роду Своему Русского Национальности Русской Национальности Но они называли Себя русскими Потому что Жили на Руси Сейчас Официально русским Ни башкир Ни Татарин Ни Удмурт И другой Национальности Как он назовет Я русский Почему Ну я живу Вот на этой территории Ну так ты Россиянин Нет я русский А как ты русский Нет ничего Официального Который Подтверждает Что ты русский Поэтому На мой взгляд Нужно Русь вернуть И если Слышат Какие-то Депутаты Или Может быть Кто-то из вас Напишет Каким-то Депутатам Что давайте Вернем Это Дополнительный Нам Фактор Нашего Патриотизма Это Дополнительная Основа Говорить Что И Киевская Русь Наша И Московская Русь Наша И Новгородская Русь Наша Это Все Была Русь Ну да Нет Конечно Можно И Уральская Русь И Сибирская Русь И Восточная Русь Но Я бы не думал Что надо Деление Эти Сейчас Попробовать Сделать Достаточно Просто Вернуть Сначала Русь А потом Уже Разбираться Где Она Какая Где Она Белая Где Она Малая Где Она Великая Может И Великая Русь Тоже Хорошо Все Здоровья Всем Радости Аминь